Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно, быстро, а главное, качественно собрать перегородок из гипсокартона. Один из немаловажных факторов является подгодовительная работа. Перед тем, как приступать к сбору непосредственно перегородок из гипсокартона, мы подготовили все необходимые материалы, а также инструменты. Очень главное и важное замечание. Например, тот же гипсокартон. Мы его принесли не в одно помещение, а в так называемые уже будущие два помещения. То есть, когда мы соберем непосредственно перегородку из металлокаркаса, если бы мы гипсокартон сложили в одну комнату, соответственно, нам потом пришлось переносить его в другую, уже через дубные поемы, что это было бы у нас порядок времени. Соответственно, мы рассчитали, что количество гипсокартона нам нужно на данную перегородку и разнесли их уже по своим местам до процесса монтажа. Следующим этапом идет разметка нашей будущей стены. Так как перед нами стояла задача сделать продолжение уже существующей стены, нам необходимо сделать ритуальную плоскость параллельно данной стены. Как мы это сделали? Мы установили лазерный усилпостроитель и настроили его таким образом, чтобы в начале стены и в конце стены он нам показывал одинаковое расстояние. В случае это 4 сантиметра. После выставления лазера параллельно нашему существующему стене мы знаем, что наша плоскость виртуальная светит на расстоянии 4 сантиметра вот основной стены, относительно которой нам нужно построить перегородку из гипсокартона. Как правило, на элементах угловых мы используем непосредственно сам гипсокартон, то есть выставляем его в плотную уголку и делаем меточку с обратной стороны, то есть чтобы наша плоскость была идеально ровная. Также не забывайте, что после монтажа перегородки нужно армировать стыд гипсокартона и несущей стены. Соответственно, со стороны напротив мы к нашему лучу добавляем наши 4 сантиметра на расстоянии, которые светит лазер, и толщину гипсокартона 12,5 мм. То есть получается 5,2 сантиметра, ставим меточку, то это будет та метка, где должен начинаться прайк профиля. После этого мы берем лазерное сопостроение и настраиваем его на нашу уже будущую виртуальную плоскость. Как вы можете обратить внимание, крепить металлический каркас металлопрофиль, направляющий по лазеру, не совсем удобно, потому что, во-первых, громко профили может немножко отгибаться, и, соответственно, наш лазер, он искажается. Соответственно, мы перед тем, как крепить металлопрофиль, делаем меточки на стене, по которым в процессе работы уже будем крепить направляющий профиль. Итак, сделав разметку, можно переходить непосредственно к монтажу направляющего профиля по всей будущей перегородке. Крепить направляющий профиль можно несколькими способами. Первый способ – это при помощи перфората. Второй способ, которым мы чаще всего пользуемся – это монтаж при помощи газового пистолета. Важный момент – не забывайте про технику безопасности. Так как мы используем сотый профиль, крепить его в одну точку крепления в центр не совсем правильно. Для этого мы используем две точки крепления рядом с краями данного профиля, чтобы он более плотно прилегал к стене и не отгибался. Следующий этап – это установка вертикали. Так как у нас высота потолков 3,60, у нас одного профиля не хватает. Соответственно, нам нужно делать скрутку двух профилей. Также обратите внимание, мы используем сдвоенный направляющий профиль для монтажа перегородки. Это дает нам большую жесткость стены, а также простой и быстрый монтаж. Перед тем, как приступить к разметке вертикали, нам необходимо определить те места, где они будут установлены. Дело в том, что плиты потолка, как вы можете наблюдать, находятся не на одном уровне. Соответственно, длина всей вертикали будет разная. Поэтому перед тем, как переходить к их подготовке, нам нужно разметить то, где они будут находиться. Соответственно, мы знаем, что стандартная ширина гипсокартона метр двадцать, соответственно, вертикали будет находиться через каждые 60 сантиметров. Это будет их центр. Соответствующие метки мы намочим непосредственно на направляющий профиль, либо на пол. То есть мы из обороты взяли стены и, соответственно, через каждые 60 сантиметров нанесли соответствующие метки. После того, как мы нанесли разметку, мы отмеряем необходимую длину вертикально. Для этого мы используем лазь данный рулет. Делаем замер и от получившейся цифры отнимаем один сантиметр для более простой установки. В данном случае это 369 метра, записываем 368. То есть на каждой мерке мы отмеряем и записываем те размеры, которые будут здесь установлены. После того, как мы непосредственно определили длину всех вертикалей, переходим непосредственно к их подготовке. Для этого мы берем два направляющих профиля, кладем их в другую сторону. И уйдем к освещению. 368. Добиваемся необходимой нам длины. И скрепляем их между собой. Делать это можно двумя способами. При помощи шуруповерта и самореза с кейс-шайбой. Не забывайте выровнять плоскости двух профилей относительно друг друга. Вначале делаем. И в конце. Либо второй, более быстрый способ, это при помощи шуруповерта с подачей, с автоматической подачей саморезов. Также не забывайте, что расположение самореза должно быть в шарминном порядке. Следующим этапом нам необходимо отмерить и отрезать недостающие участки профиля. Делать это можно так же двумя способами. При помощи шуруповерта можно с пометалом. Либо при помощи циркулярки пометалу. Либо при помощи циркулярки пометалу. Пометал. Продолжение следует... После того, как мы подготовили наши вертикали, переходим непосредственно к викустоловку. Так поступаем со всеми вертикалями, которые находятся в нашем поле. После того, как мы установили все вертикали, нам необходимо просекать и закрепить их на несколько точек. Для того, чтобы в процессе монтажа горизонтальной проперечки у нас наши вертикальные стойки не смещались относительно друг к другу. Последним завершающим этапом в монтаже металлокаркасов для регулировки является монтаж горизонтальной проперечки. Так как расстояние между вертикалями у нас везде одинаковое и составляет 60 см, то и длина всех горизонтальных проперечек будет также одинаковая. В нашем случае это 59 см для оборудования монтажа. Как мы уже определили, длина каждой горизонтальной проперечки составляет 59 см. Сделав виртуальный расклад на источнице картона, мы определили, что нам необходимо 42 горизонтальных проперечек. Для того, чтобы каждого не отмечать, это займет достаточно длительное время, мы разметим их сразу всем. Для того, чтобы не размечать каждую горизонтальную проперечину, мы берем 8 профилей. Из них у нас получится целых 40 горизонтальных проперечек. И останется вырезать еще 2 штуки. Соответственно, положив все профили на одной, на одной уровне, через каждые 59 см мы ставим метки. Берем угольник и делаем борт. Делаем тонышку. Другой стороны. Осталось только нарезать. Вот такая куча горизонтальных проперечек получилась буквально за 5 минут. Сейчас все они будут установлены на свои места. При этом вот такой кусочек профиля остается в виде отброса. То есть практически весь материал идет в ход. Следующим этапом идет непосредственно разметка тех мест, где будут установлены эти все горизонтальные. Делать это на каждом профиле рулеткой очень долго. Мы нанесли метки напротив, на разный конца к стены, через каждые 50 см. И используя штуку с красочкой краской, нанесем разметку на все профили за один проход. После этого переводим к средствам установки все горизонтальные. Делать это на каждом профиле. Делать это на каждом профиле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. И так, последним этапом у нас идет именно под шептой самого гипсокартона на металлокаркас. Вроде бы что, может быть проще, но даже в этом простом деле есть свои нюансы, которые в процессе работы могут вам облегчить жизнь. Самое первое, на что нужно обратить внимание, это если у вас грязь вдоль металлокаркаса на полу. Соответственно, если эта грязь есть, обычно щетки, мы просто берем ее сюда. Дело в том, что когда вы поставите первый лист, если у вас отчет листов именно шел с пола, и начинаете прикручивать их саморезами, вот эта грязь, которая у вас скопилась снизу, начнет просто-напросто выламывать гипсокартон от основания. Соответственно, для того, чтобы лист достаточно плотно прилегал к металлу, и качественно можно было его закрепить, нужно необходимо эту грязь убрать. И так, еще один немаловажный момент, который следует помнить. После того, как вы приложите лист, все метки, которые вы ставили до этого, они будут скрыты под гипсокартон. Поэтому при прикручивании листов к металлокаркасу у вас могут происходить осечки, то есть мы будем не попадать в металл. Чтобы этого не было, мы переносим проекцию горизонтальной подречи на стену, то есть ставим небольшие меточки. И, соответственно, после того, как мы приложим лист, мы по этим меткам уже сможем ориентироваться, где наш металлокартон находится непосредственно за гипсокартоном. Подготовительная работа выполнена, и теперь можно непосредственно прикладывать гипсокартон в металлокаркасу и производить его в общую. Дело в том, что двумя способами можно использовать либо обычную насадку, либо насадку с ограничением глубины утопления, то есть эта насадка не позволяет проваливать нам гипсокартон, шурупы в гипсокартон. Либо можно использовать вот такую машину, которая позволяет нам в автоматическом режиме подавать саморезы непосредственно. и это место, которое мы хотим закрутить на нашем каркасе. Итак, просто небольшое удобство, показательное удобство пользования того или иного агрегата. То есть нам нужно, по-первых, хорошо, если у нас есть крепление, которое можно повешать. То есть мы берем лист, ставим. То есть нам нужно умудряться держать лист, это ладно, что лист, кроме еще на полу, ставим. А умудриться надеть саморез, умудриться прикрутить его. Ну, это второй вариант. То есть нам уже не нужно надевать саморез на гиту, то есть они у нас уже подготовлены в ленье, и, соответственно, нам придется только сделать пару обращений. Следующий момент, который мы пользуемся, это разметка непосредственно на гипсокартоне шнуркой. Для того, чтобы не пролахиваться мимо профиля, и лишний раз не делать лишних отверстий гипсокартоне, а также потому, чтобы не выкручивать эти саморезы, мы используем шнурку, самую отличную, выставляем с одной стороны по нашей метке, которую мы отметили, и делаем веточки. После того, как мы нанесли разметку, мы научим разметку только на горизонтальные прямые, потому что вертикальные прямые у нас всегда с краев и по центру, где напитет она, ну, как она, в степи цикардона. Ну и после этого можно шить. Субтитры сделал DimaTorzok Подготовлено второй лист гипсокартона. Как известно, нужно подрезать зонышком в год 45 градусов, чтобы потом не мучиться это делать сверху, уже на месте, но, как правило, это делаем снизу до того, как его прикрутили. Это гораздо удобнее сделать, чем сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Также обращаю ваше внимание на тот момент, что все поперечные стыки гипсокартона не должны продолжать друг друга. То есть каждый следующий лист нужно укладывать в шахматном порядке относительно предыдущих листов. Вот сейчас вы видите, у нас получился стык гипсокартона, который у нас получился. Соответственно, следующий лист мы начинаем крепить сверху вниз. И тем самым мы не даем распространяться клещи, если вдруг она когда-то появится, через все листы. То есть это очень важное правило, соблюдайте его. Итак, сейчас мы будем прикреплять клещ в шахматный порядок, и следующий относительно предыдущих листов. И применив немного магии, можно сделать это очень достаточно просто. Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к концу монтаж нашей перегородки из гипсокартона. Потратили на нас все про все порядка половины дня, не учитывая, что некоторые моменты снимали по год разу. То есть было несколько дублей, я думаю, что в принципе за часа-два-трени кладотворные работы можно вполне собрать вот такую стену перегородки из гипсокартона. Ну что ж, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Я надеюсь, что это видео будет полезно всем мастерам. А с вами, как всегда, Владимир Николаевич. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» потому что пока вот летал, сразу так просто вот так опять опять потом ты х**я, это сразу был шел за пол ты лапил а ты от ним что-то там говоришь конечно парируй или больше направил на летал вот так направил сюда, сюда, сюда вот так намазал, намазал все сглал потом вот так берешь опять опять с интернет сюда и сзади налошил, опять угой шел, хоп все, я пока тебе дважды мазал Голян парируй ну это вообще высший уровень пластиновый 95 левел, плюс? Вот. Вот. Тигур. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok